Я, может быть, прошел бы мимо этих носков, но мне почему-то казалось, что они фигурировали в этом обзоре. Автор хвалил, я тоже решил попробовать, но память меня подвела, купленные носки совсем не те, что в упомянутом обзоре. Возможно, я видел упоминания про них в другом месте, но теперь уже найти не удалось. Резюме эти не покупайте, берите другие. Упоминание Кулмакс тут не просто для привлечения внимания, а дело в том, что если задать поиск на Али с этим словом, то обязательно встретите в результатах героев обзора. У меня был купон 4 пятых, поэтому я нашел лоты с ценой чуть больше 2 долларов. 5, чтобы можно было купить две пары. Если покупаете без купона, то такие же носки можно найти на 20-30 центов дешевле. Эти носки бывают только среднего размера, тысячей в сером или зеленом цвете. Я взял две пары в серой расцветке. Вот так выглядит этикетка спереди. А вот так сзади. Фирменного значка Кулмакс нет. Я в китайском не силен, автопереводчик написал что-то о хлопке. На странице товара написано, что материал полиэстер. Достаем носки, довольно симпатичные. Поперек подошвы едет утягивающая резинка. Верх стопы, мысок, пятка. Довольно узкая резинка на манжете. К сожалению, даже у брендовых носков редко встречается широкая. Посмотрим с изнанки. Радует, что имеются многочисленные зоны усиления. Слегка огорчает их излишняя лохматость. Но это обычное дело для подобных носков. Например, встречается у носков из спортмастера сплава и бренда Слазенджер. Подошва. Как видите, пятка и мысок усилены. А поперек проходит эластичная лента, удерживающая свод стопы. Подъем. Функциональную роль этого участка усиления назвать непросто. Возможно, смягчает давление шнуровки кроссовок на ногу. Пятка поближе. Узкая резинка на манжете. Перейдем к примерке. Я ношу размер обуви ИЮ 46, длина стопы 29,5 см. Для меня носки оказались маловаты. На стопу кое-как налезли, но давят на подъеме. Так что покупать их могут обладатели размера 44 и ниже, о чем честно написано на странице товара, но я не поверил. Хоть носки маловаты, я много раз надевал их на короткие прогулки длительностью не больше получаса. Носил в основном с зимними кроссовками Columbia Fire Camp Fleece. Пару раз надевал с ботинками Merle Polarant Rove. Ходить в этих носках относительно комфортно, но все портит отведение влаги. На ощупь они ощущаются 100% синтетическими. Так же и ведут себя. Причем, это не современная высокотехнологичная синтетика, а обычный полиэстер. То есть пот никуда не отводят. С дышащими ботинками Merle это почти не чувствуется, а вот с парками Columbia ситуация грустная, ноги сырые. Так что, рекомендовать данные носки к покупке не могу. Так как за эти же деньги можно купить на Али отличные носки Skullmox из моего обзора. Очень мягкие и удобные, я еще со скидками пар 8 набрал. Или же купить брендовые носки в магазине Sportsis. На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий.